Вы обладаете стойкостью? А что такое стойкость? В физике это способность материи оказывать сопротивление, когда она подвержена шоку. Стойкость — это способность тела, организма или даже организации вновь приобрести свои изначальные качества после катаклизма или катастрофы. Итак, способность отскакивать, восстанавливаться, подниматься, идти вперед после травмы, неудачи, болезни, скорби, насилия, после чего-то интенсивного, что коснулось вас. Стойкость — это то, что позволяет нам начать заново. Они находились в плавании, они были знакомы с морем, их было несколько. Судно было не очень большим, но они были хорошо знакомы с ним. Но вдруг, в один миг, было невероятным образом изменено небо. Море начало бушевать. Что происходит? Мы видим, что корабль наполнен водой. Началась буря. Ни один из них не справляется с ситуацией, хоть они и привыкли к такому. Они хорошо знают это озеро. Они волнуются, суетятся и, используя все возможные предметы, стараются избавиться от воды. Но ничего не помогает им. Казалось бы, корабль вот-вот утонет. Все кричат, но один крик поднимается над всеми остальными. «Спаси нас!» Этот крик касается одной личности, которая вместе с ними на этом судне. И личность — это Иисус. Он тот, который обладает властью над ветрами и бурями. Благодаря его присутствию, власти, слову и вмешательству вода успокаивается. Судно и, конечно же, ученики спасены. Они приплывают на другую сторону в целости и сохранности. Наша жизнь подобна маленькому кораблю. Но этот корабль построен, чтобы противостоять жизненным бурям. У нас есть способность выдерживать ветра и даже бушующее море. Мы обладаем стойкостью, поднимаемся и продолжаем идти вперед после встряски или ударов. Главное, чтобы вода не проникала в судно. Главное, чтобы мы были водонепроницаемыми. Сила, которая дает нам стойкость, — это способность не пропускать зло внутрь себя. Зло желает проникнуть и погрузить всю нашу жизнь в темноту. Самое главное для учеников — то, что Иисус был рядом. Они Его взяли с собой на корабль. Важно, чтобы Иисус был с нами. Таким образом, наша жизнь сможет продолжаться, иметь новое начало. Вы будете как никогда стойки. Если Иисус будет присутствовать в вашей жизни в полной мере, если Он будет направлять ваш корабль. В книге пророка Аввакума, это один из малых пророков Библии, записано интересное слово. Это слово говорит нам, что пророк услышал Бога, и он понимает, что приближаются трудные времена, что надвигаются темные тучи. Пророк говорит следующее. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придёт на народ мой грабитель его». В конце своей короткой книги он добавляет. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойлах». В самом конце, в восемнадцатом стихе, он пишет слова, на которые хочу сделать акцент. «Но и тогда». Это слова стойкости, веры, надежды, которые имеют основание. «Но и тогда». Итак, пророк пишет, «Я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Ожидая времени, когда враг нападет на израильский народ, пророк говорит, «Но и тогда, даже зная, что будут трудности, некоторые удары будут тяжелыми». Я хочу радоваться, потому что я вполне доверяю моему Богу, Господу, которому принадлежу, который обещал быть со мною всегда, но и тогда я буду радоваться. Он даже возведет меня на высоты. Он поднимет меня вместе с собой в вере. Он поднимет меня, чтобы я ходил с Духом Святым в новом измерении, держался за его обетование, находясь в покое сердца и совершенном доверии, как ребенок рядом со своим папой. «Находясь в таком доверии, я поднимаюсь на новый уровень, поднимаюсь над обстоятельствами. Этот уровень, который над земными вещами, совершенно невероятный». Именно это позволит вам идти дальше, начать заново и доверять Богу. Мартин Лютер Кинг-младший сказал следующее. «Если не можешь лететь, беги, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи. Что бы ты ни делал, ты должен двигаться вперед». Есть слово, которое часто было для меня спасением, и которым я часто делился. Хочу и сейчас делиться этим словом. Это первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Тут написано, что у каждого человека будут всякие испытания. «Испытание является частью нашей жизни». Но послушайте. «Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, поскольку Он верен, Он вместе с искушением даст вам способность выдерживать и преодолевать его». Бог верен. Он не подведет вас. Он дает вам необходимую силу для того, чтобы восстановиться. Вы обладаете стойкостью. Сила Духа Святого, которую вы имеете внутри себя, зависит от того, насколько Иисус является частью вашей жизни и от глубины ваших личных отношений с Ним. С Иисусом вы стойки. Вы способны восстановиться после неудачи, восстановиться после катастрофы, после чего-то трудного. Ну и завершаю я примером, который у меня появился после того, как я навестил мемориал Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года башни-близнецы рухнули. Вы это знаете. Несколько дней спустя, когда еще дымились осколки и обломки после невероятной катастрофы, обнаружили небольшой росток дерева. Он был в плачевном состоянии, так как на него обрушилась не только пыль, но и обломки. Он потерял много ветвей, и его шансы выжить были небольшие. Однако кто-то заметил этот росток, взял его, очистил и ухаживал за ним. Много месяцев спустя это дерево было вновь посажено на месте мемориала. Дерево называется Survivor Tree, то есть дерево выживания. Дерево окружено перилами и символизирует народ, город, которые вновь восстали из пепла, встали. на ноги, выдержали трудности, проявили стойкость и смелость. Они показали всему миру, что даже если мы разбиты и подверглись многим трудным ударам, мы, тем не менее, можем выжить. Человек, который взял росток, чтобы ухаживать за ним, это образ Бога, который заботится о вас после того, как вы получили ранение. Он заботится о вас, чтобы утешить и восстановить вас. Он заботится о вас, чтобы вы, в свою очередь, могли быть свидетельством его славы, верности и того, что он никогда не попустит, дабы вы были искушаемы сверх сил. Он с вами, он любит вас. ободряйтесь, вы обладаете стойкостью. Субтитры и субтитры